Вот так весь месяц я уже подкидываю дрова, таскаю уголь. Это жительница села Кусак немецкого района, в котором это зимой несколько недель подряд пытались наладить отопительный сезон. Котельная постоянно выходила из строя. Замерзшие жители из себя. Прошлой осенью Ирубцовск оказался не готов к зиме. Из 755 многоквартирных домов только 100 подошли к делу в серьезные и получили паспорта о готовности. Всего же их в регионе в 2017 году выдали лишь 82% управляющих организаций. Остальные продолжают работать с нарушениями. Сегодня эту тему подняли на заседании в правительстве края. Там же озвучили планы на новый сезон. В части подготовки оборудования, ну примерно процент средний, наверное, около 35%, если смотреть подготовки котельных теплосетей и так далее, в части поставок угля. Для прохождения осенне-зимнего периода необходимо в крае для малой энергетики порядка 680 тысяч тонн угля. В том числе 250 тысяч тонн этого уголя для социальной сферы. Недостаток твердого топлива, качество угля, халатность. На заседании говорят, виноваты все. И собственники, накапливающие долги, и управляющие компании, и ресурсоснабжающие организации. В прошлом отопительном сезоне самыми проблемными городами стали Славгород, Каминоби, Горняк. В Каменском районе вообще пришлось ввести режим ЧС из-за нехватки угля. За этими районами сегодня особый контроль. В целом подготовка осуществляется в соответствии со всеми планами и графиками, и будет завершена до 15 сентября. В прошлом году власти называли эту же дату, но не сдержали слова. Жители многих сел и городов в домах и квартирах ходили в теплых куртках и валенках. В этом году, обещает руководство региона, край будет отапливать так, чтобы не оставить батареи холодными. Ирина Корчегина, Павел Лаурнин. Наши новости.